День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. И вот этот вот жмых я теперь предлагаю не выбрасывать, а отдельно складывать. Я давно подозревал, что из него можно извлекать пользу и экономическую, и экологическую. Оказался прав. Не только гаданием на этой кофейной гуще можно заниматься, но и приносить пользу себе и государству. Да, именно об этом мы и поговорим с научным сотрудником Института общей химической технологии факультета материаловедения и прикладной химии РТО Андреем Шишкиным. Андрей занимается именно не гаданием, а вот практическим применением. Кстати, сейчас мы узнаем, как правильно называть то, что я нарек кофейным жмыхом. Ну, гуще, наверное, нет. Андрей, как? Да. Вы знаете, в нашем современном мире мы оперируем больше иностранными терминологией, да. Я думаю, что да, это кофейная гуща. Жмых то, что остается после процесса отжима, да. Ну, в принципе, я думаю, что в народе будет понятно гуща, хотя все представляют такое полужидкое состояние. На самом деле это рассыпчатый влажный порошок, то, что мы вот имеем. Или даже, ну, почти такой суховатый такой. А как по-иностранному это называется? В научной литературе это описывается как spent coffee ground, то есть использованная кофейная земля, ну, кофейный что-то, порошок такой, coffee ground, spent coffee ground, довольно распространенные. В черном, скорее. В черном, скорее. В черном, да. Так, сразу чувствуется профессионал, который воспринимает кофейную гущу не как отходы, а как сырье. А дело в том, что у нас здесь в Риге, вот конкретно в РТУ, в этом самом институте, факультете, да, о прикладной химии придумали уникальные методы обработки и использования вот этой вот полужидкой, полусухой массы. Андрей, рассказывайте. Да, каким образом вообще вы заинтересовались этой темой и почему удалось, ну, каким образом удалось прийти вот к таким ошеломительным результатам? Ну, результаты достаточно скромные, скажем, на текущий момент, когда будет производиться и перерабатываться хотя бы десятки тонн в месяц, можно говорить, будет о каких-то результатах практических, да. Значит, ну, я выбрал направление переработки отходов, слово отходы мне вообще, в принципе, не нравится, да, использование вторичных ресурсов. Все, что мы выбрасываем, на самом деле надо рассматривать с точки зрения вторичных ресурсов. Использованные стеклянные бутылки, металлическую какую-то тару, пластик, естественно, да. Вот некоторые из этих предметов и материалов были использованы, кстати, в изучении моей разработки докторской диссертации, в частности, использованию вторичного стекла, использованием. И надо смотреть на вопрос шире. И пришла одна компания, честно скажем, идея была несколько со стороны. Они попросили сгарнулировать кофе. Это было года два назад. Мы попробовали, ничего не обещаю, но вроде как начало получаться. И вот, значит, с их инициативой, скажем так, с их коммерческой инициативой, исследование стоит достаточно дорого, честно скажем, потому что используется дорогое оборудование, материалы, реагенты. Ну вот они поддерживают интерес. Мы отвечаем на вопросы, которые они задают. Изначальная идея была получить топливные гранулы, топливный брикет, ну как аналог прессованных опилок, например. Но мы пошли дальше и изучаем, и смотрим, что это очень интересное сырье. Я уже не буду называть это отходом. У нас есть прототип извлечения масел, несмотря на то, что первичная экстракция во время приготовления эспрессо или какого-то другого типа кофе уже прошла. Можно использовать повторный процесс, так скажем, экстракции, извлечения масел при помощи воды или других растворителей. И получается очень интересная целая серия продуктов, зеленых продуктов. Но самое главное, что мы не выкидываем это в мусорник. Мы не выкидываем, не возим это на свалки, на полигоны. Статистика такая и наблюдение. Попадая на свалку, ну как на полигон, использованный кофе разлагается, гниет, перерабатывается микроорганизмами, но выделяет в том числе метан. Метан в 84 раза, скажем так, опаснее, ну это в кавычках, более реакциоспособен по отношению к озону. И скажем, чем СО2? То есть предотвращая выделение метана от этого кофе, мы как бы даже сохраняем где-то, скажем так, озоновый слой. Конечно, опытные слушатели скажут, ну как же вы же предлагаете это дело все сжигать, опять СО2 будет выброшено, где же тут зеленая эта технология. Но вот в этом-то весь и смысл, что сжигая кофе или гранулы, полученные из отходов кофейного производства, кофейных бобов, мы выпускаем СО2, который год-два максимум был в составе атмосферы. Потому что вырастая кофейное зернышко, оно захватывает СО2 из атмосферы, совершенно, скажем так, недавнего времени. Это короткий цикл. Это не то же самое, что мы выкапываем уголь, который образовался миллионы лет назад, и выпускаем этот углекислый газ в атмосферу, тем самым нарушаем баланс озонового слоя. И в то же время, не выбрасывая на свалку, мы предотвращаем выделение метана, который в 84 раза, скажем так, опаснее, реакции способнее по отношению к озону. Ну вот так вот в двух предложениях. То есть одно применение – это кофейные брикеты для отопления. Что еще? Ну, учитывая структуру вот эту пористую, я бы сравнил с активированным углем для, не знаю, фильтр для очистки воды, например, можно использовать. Наверняка вы быстрее меня об этом догадались и уже что-то сделали. Совершенно верно. Это было наше предложение где-то около года назад, потому что, получив первые гранулы, мне было понятно, что энергетическое применение, то есть сжигание, да, самое такое, скажем, ну, во-первых, мало ценное пока что на текущий момент. И, ну, мне какими-то кажется немножечко таким, как бы, варварским все. Я смотрю на это как на ценное сырье, потому что косточка – это совершенно другого типа древесина, скажем так, все равно целлюлоза, содержащий материал. И подвергая его процессу перолиза, нагрева без доступа воздуха, мы можем получить действительно углеродные структуры с развитой, более развитой поверхностью. Ну, вот наши эксперименты пока что свидетельствуют, что можно получать в одном грамме до где-то 400-500 квадратных метров на один грамм. То есть, вот представьте, у вас чайная ложка этих гранул – это один грамм, потому что они очень легкие, и там внутри кроется 500 квадратных метров площади, да, которые, в принципе, способны улавливать, адсорбировать, говоря научным языком, различные загрязнения из воды. Но этот вопрос мы сейчас изучаем, мы тоже думаем с кафедрой водоочистки, водотехнологий писать проекты на эту тему, потому что здесь уже знания выходят на другой уровень, и на других экспертов нужно нам совместно с ними работать. Гранул мы приготовить можем, но надо еще над ней работать и изучать, что она сорбирует и как она сорбирует. Но, в принципе, да, для очистки воды это тоже может быть. – Причем в таких промышленных масштабах, условно сказать, ну, там, городских, на очистных сооружениях теоретически можно использовать? – Ну, в идеале так, ну, надо было бы сделать. То есть, конечно, могут быть какие-то маленькие картриджи для очистки воды, значит, как в домашних фильтрах, но это все уже как бы отработано туда, видимо, компании сложно будет очень зайти, потому что все стандартизировано, картриджи специально сделаны, сертифицированы. Если мы говорим об очистке, ну, скорее всего, первое, что приходит на ум, и мы уже так посмотрели научную литературу, и такая потребность есть – очистка специальных вод. Специальные воды загрязненные, ну, например, это фармацевтические производства. Существует такая проблематика, значит, что все-таки что-то… Есть то, что мы вот, ну, как бы сливаем обычная вода, муниципальные предприятия, у них, ну, свои источные воды, и мы думаем предложить, может быть, в первую очередь очищать их источные воды, где могут содержаться потенциально активные вещества, то есть, например, производство лекарств или еще что-то такое, да, то есть, ну, можем предложить, на данном этапе, скажем так, активированный уголь по привлекательной цене шел, честно говоря, из Белоруссии, в основном, технически. Мы все видим, какая ситуация в мире происходит, многие рынки перестают для нас быть, ну, как, кстати, источниками определенных материалов и сырья, и, в принципе, надо думать уже о чем-то своем. Конечно, существуют другие источники, но один из самых дешевых и качественных – это был белорусский активированный уголь, в частности. А скажите, Андрей, вот не получится ли так, что, став действительно ценным сырьем кофейная гуща, появится, ну, вот как сейчас появляются эти аппараты для сбора бутылок, аппараты для сбора, может быть, кофейной гущи, люди будут сохранять их в специальных пакетах, потом идти сдавать и получать обратно, может быть, какие-то даже деньги? Ну, это, конечно, было бы очень интересно, но я думаю, что на практике сложно реализуемо, честно скажем, да. Пока что, вот после некоторых репортажей, выхода в масс-медиа информации, уже были звонки, звонили даже, ну, не частные клиенты, так скажем, люди, а компании, у которых есть так называемые, значит, кофейные аппараты, сеть кофейных аппаратов, я не буду называть бренды, там уже достаточно серьезная ситуация, у них этих отходов в неделю тонны, в неделю. Так что индустриальный партнер, который инициировал, значит, наше исследование, компания Кафэко, они ведут с ними переговоры, есть сеть заправок, то есть есть индустриальные партнеры, на данный момент не у нас, как у компании Кафэко, которая инициатор этого всего исследования и будет коммерциализировать эту разработку. Уже есть запрос на прием этих, ну, скажем так, вторичного продукта, потому что вывоз и утилизация стоят совершенно определенных денег. А вывоз отходов, потовых отходов, сейчас в основном идет по массе, кофейная масса, она влажная, и обладает достаточно большой плотностью, соответственно, тяжелая. И каждый килограмм, как говорится, за рубежом костли, довольно дорого обходится. И, в принципе, ну, есть такая, если не платить, то хотя бы в ноль или даже получать на территории предприятия переработчика за бесплатное, могут даже привозить сами. То, что вывоз из центра города стоит определенных денежек. Но учитывая, что есть статистика, что ежегодно в Латвии продается более 6 миллионов килограммов кофе, имеется в виду молотый и в зернах. Так что это действительно серьезные деньги и серьезные объемы сырья такого. А еще, конечно же, ну, это уже было придумано, спитой кофе, кстати, называется еще, есть такой вариант спитой кофе, используется в качестве составляющей для скраба в косметике. Скажите, пожалуйста, Андрей, сами-то вы кофе пьете? Да. Ну вот, у нас у всех... С длинным кружки. Я потому что хотел спросить, а что с чаем? Вот чайная заварка или чайные пакетики? Ну, казалось бы, ну... Следующий этап. Пылесмежное что-то. Из них можно теоретически тоже что-то полезное выжать в прямом смысле и переносном? Я думаю, что да, однозначно. Потому что, как показали наши эксперименты, то, что мы делаем... Ну, так, немножко терминологии введу. Значит, что такое экстракция? Extraction – это с английского «добывать», «получать» и «выделять». Значит, мы, вот, приготавливая, если это кофейный аппарат у вас или капсульный какой-то, где находится уже капсула с молотым кофе, вы прогоняете в горячую воду водяной пар, ну, или даже просто в кружке заваривать. Вы делаете настой. Это экстракция. Так вот, это очень довольно мягкие условия, при которых далеко не все удается вытащить из этих кофейных молотых зерен. С чаем, наверное, происходит приблизительно то же самое. Потому что, скажем так, что из кофе удается получить... Вот литературные данные свидетельствуют 10-12-15% кофейных масел. У нас есть эксперименты, где мы получили 21-22%, даже до 24% по массе сухого. То есть, представляете, одну, фактически, четвертую часть массы, составляет то, что мы можем добыть из того, что мы обычно выбрасываем мусор. С чаем, возможно, то же самое, но видите, в чем все дело. С кофем попроще. Есть степени обжарки, есть разные сорта, которые, в принципе, на состав кофейных масел, конечно же, влияют. Но в целом это более-менее стандартизированное сырье. С чаем черный, зеленый, фруктовый, пакетики, опять, это дополнительный материал. Я думаю, что это более сложная задача. И к тому же, если вы соотнесете массу, пакетик сухой, ну сколько он там весит? Ну сухой, естественно. Ну грамм-два. Причем он хватает на целую кружку. С кофем. Ну вот я приготовил чашку кофе. Я знаю, что в кофейном аппарате масса влажной жмыха 14 грамм. У меня здесь двойной, то есть 28 грамм кофейного жмыха я произвел. Приготавливаю вот эту вот среднего размера чашку крепкого кофе. Насколько вот эти ваши исследования могут быть интересны действительно для зарубежного рынка? То есть насколько это все может... Ну я сразу представляю себе вот Остапа Бендера, что столица автоматически переходит в Нью-Васеки, но Рига становится, ну действительно, центром сбора всего мирового кофейного жмыха. Я очень люблю творчество Ильфа Петрова. И читал, и смотрел, и пересматриваю. Эта фраза у нас на технических заседаниях раз в полгода мелькает, что столица переходит в Нью-Васеки. Сейчас ситуация такая. В принципе, в Балтии, я думаю, будет старт. По крайней мере, мы так планируем. Ну как мы планируем? Мы разработчики. Кто будет реализовывать? Компания Кафека. Они делятся с нами своими планами. Это очень приятно. Очень большой интерес со стороны Скандинавии. Потому что там, во-первых, совершенно другие цены на энергоносители. Совершенно другая, скажем так, культурная составляющая по отношению к экологии. У нас хорошие. Я ничего ругать не буду, но там еще серьезнее. То есть, свидетельствуют опросы о том, что, допустим, в Дании, Швеции, в Рафинляндии трудно сказать, люди пойдут и купят, скорее всего, кофейный блок для отопления, который может быть на 20, 30, 40% дороже по отношению к опилкам, опилочному блоку. Кстати, надо сказать, это не лишено смысла, потому что кофейные блоки дают на где-то в среднем 15-20% тепла больше, потому что вот эта косточковая часть, она более энергетически емкая, она более плотная древесина. Это уже мы проверили, знаем из литературных источников. То есть, это не лишено смысла. Покупая килограмм опилочного блока и кофейного, вы получите в случае кофейного на 20% больше тепла. Но в основном в Балтии, конечно, народ голосует шельком. Это понятно, все экономят. В Скандинавии имеется другая тенденция, и поэтому там этот продукт может быть продан и как энергетический. Но там кофе пьют не меньше, а население еще как бы даже побольше. Так что, в принципе, здесь отрабатывается тестовая модель, как это все работает. И, конечно, эти данные, так сказать, бизнес-модель предлагается и скандинавским партнерам, так скажем. И продолжая цитировать этого литературного героя, лед тронулся, господа заседатели. Это приятно, что... Он идет полным ходом, только успевай перепрыгивать с льдинки на льдинку. Это прекрасно, прекрасно. Это радует, что у нас такие уникальные разработки разрабатываются, извините, за тавтологию. Разработки разрабатываются. Разработки разрабатываются. И желаем вам откровенно, от всей души, полные чашки, во-первых, кофе, и нам полные печки вот этих вот брикетов. И у нас скоро, я так понимаю, атмосфера приобретет легкий такой кофейный аромат. Спасибо огромное. Мы благодарим Андрея Шишкина и следователя... Всем тепла. ...тепла и вкусных напитков. Исследователь Института прикладной химии в Культете Метеореловедения и прикладной химии РТУ был с нами на связи, рассказал, как можно использовать этот кофейный жмых. Огромное спасибо. У нас небольшая пауза в эфире, после которой культурные гости, совместный кинофильм производства Латвии и Индии, его создатели и главная героиня, индийская актриса, будет с нами в этой студии. Оставайтесь с нами.